Мы продолжаем исследовать мессианские места псалтири вместе с пользователями интернет-портала Экзегет и сегодня обращаемся к 68-му псалму это один из самых мессианских псалмов наравне с 21-м псалмом где очень точный, очень узнаваемый в целом псалм говорит, очень соответствует неким очень важным фундаментальным явлениям по-другому не скажешь земной жизни Иисуса Христа но есть очень узнаваемые свидетельства, которые ну вот в отличие от многих других уже нами разобранных пророчеств никоим образом не могут быть соотнесены земной жизнью Давида а могут быть относены только вот к жизни Иисуса Христа спаси меня Боже, ибо волны скорбей настигли мою душу погряз я в глубокой тени, нет у меня опоры канул я во глубину морскую, и бурные воды потопили меня из немоги призывая Бога, хрипла гортань, мы истопились отчимы в ожидании помощи от Бога моего ненавидящих меня напрасно стало больше, чем волос на моей голове укрепились враги мои, преследующие меня неправедно то, чем я владел отнято у меня Боже ты ведаешь безумие мои, и прегрешения мои не утаились да не постыдятся из-за меня надеющиеся на тебя Господи Господи сил, да не посрамятся из-за меня ищущие тебя Боже Израилев, ибо ради тебя претерпел я позор бесчестье легло на лицо мое стал я чужим братьям моим стал чужим сыновьям матери моей ибо ревность о доме твоем съедает меня и поношение поносящих тебя пали на меня вот, и дальше он рассуждает об этой скорби извлеки меня из тины, да не погрязну, да избавлюсь от ненавистников моих и от глубоких вод, да не потопят меня бурные воды да не поглотит меня пучина, где на ней уловит меня уста колодца услышь меня, Господи, ибо ты благ в милости Твоей не отврати лица Твоего от отрока Твоего як оскорблю, скоро услыши меня ибо ты ведаешь позор мой, стыд мой, посрамление мое перед Тобой оскорбители мои унижение ожидала душа моя и страданий и ждал я сострадающего и не было его утешающих ждал и не нашел их и дали в пищу мне желчь и в жажду мы напоили меня уксусом да будет их трапеза для них сетью и возмездием и падением вот такое вот пророчество и понятно, что ключевыми самыми словами пророчество узнаваемое является вот эти последние стихи и дали в пищу мне желчь и в жажду мы напоили меня уксусом с самим Давидом мы не знаем чтобы такое происходило нигде на страницах Ветхого Завета нам это не написано и по самому скажем историческому контексту Давидовской эпохи событием той эпохи этого быть не могло а вот понятно, что он говорит это как бы как мы уже говорили от своего лица но переживая чудным образом то что произошло со Христом дали в пищу мне желчь и в жажду мою напоили меня уксус вот но вообще-то это только завершающая самая узнаваемая часть пророчества начинается-то она тоже вот всецело описывая как это сказано про известную 53 главу книги пророка Исаия вот про страдающего Мессию вот вся эта весь этот псалом псалом описания страдающего Мессии причем очень интересно скажем возможно так уж устроен так уж устроена Библия так уж интересно все в этом удивительном явлении удивительном откровении дарованным человеком все так тесно и переплетено скажем может быть человек первый второй третий пятый раз читающий этот псалом ну сразу и не поймет не соотнесет это со Христом ну да строчки даше вснеть мою желчи в жажду мы напоишем уксусом да и то это ж я по-русски читал в переводе беруковых а если как это традиционно человек читает по церковно-славянски сразу и не сообразит и даше вснеть мою желчи и в жажду мы напоишем отста не уразумеют о чем идет речь потому что весь остальной псалом как-то человек не соотносит со страдающим мессием ну быть может с собой но ведь тоже это определенное и поэтическое восприятие собственной жизни молитвенно-поэтическое и ну как-то определенное ну смирение уже опыт смирения вот человек начинает читать спаси меня Божий яковни доша воды до души моей я угли бог в темении глубины несть постояне придох во глубины морские буря потопи мя каким образом человек просто вот начинаю считать псалом соотнесет это со своей собственной жизнью ну очевидно ладно в русском тексте волны скорбей настигли душу мою а тут просто вне душа воды до души моей то есть нам рисует утопающего человека который захлебается захлебывается водой опускается в тину тонет в такой вот стоячей воде засасывается в ил ну то есть обычно такой утопленник или там погружающийся в песок его заносят воды и вот погибает человек это же надо соотнести скажем с известным ирмосами скажем шестой песни канона житейское море возлезаемый зря напасти бурью понять о каком житейском море какой напасти буре соотнести это 68 псалом что все собственно в контексте человеческой жизни вся наша вот суета страстное волнение все это житейское море в котором мы и тонем все благополучно если бог нас не спасет это же надо соотнести надо понять поэтически осмыслить вот что на самом деле это речь не об реальном утоплении утопленника а речь идет о том что мы все погибаем в скорбях вызванных житейскими страданиями напасть обстоятельствами и так далее вот а где уж даже даже если ты спустя там седьмой десятый раз чтения этого псалма наконец почувствуешь что это же вот это же про меня это же я да это я грехи мои скорби мои я тону господи помоги все меня ненавидят все меня не любят господи защити вот да не потопит меня буря водная да не пожрет меня глубина да не погиб но я в этом во всем кошмаре господи защити ну да где-то там как-то занозой вставляется в молительное переживание Даша вснеть мою желчь и в жажду мы напоишем а вот это же не про меня меня никто правда желчью не поил горечью может какой-то ну да горько горькая жизнь горькая как уксус горькая ну вот вроде и примирили со своей собственной жизнью и конечно как-то может быть где-то мы слышим про Кимин не отврати лица твоего тотрака твоего як оскорблю вот или там на пятке великом коснуться слова что вот же в желчь это же про Христа ну наверное я тоже немножко похож на Христа ну в общем вот это все же не сразу все не просто человек постепенно врастает в ткань богослужебную в ткань откровения в ткань поучения святых отцов это не дается мгновенно это проживание с года в год это погружение в слово ибо все мы люди словесные и словом рождены во Христе и словом же питаем себя и в слове возрастаем и вот я то хотел сказать о чем и для понимания этого псалма очень бы важно было чтение книги пророка Ионы потому что фактически начало начало псалма совпадает с началом третьей главы второй главы книги пророка Ионы вот он тоже ведь восклицает так спаси имени Божьем но восклицает из чрева кита и правда погрузился в воды потонул там во чреве плачет интересно а потом соотнести книгу пророка Ионы с тем что говорит Христос что не будет дано никакого знамения кроме знамения Ионы ибо как Иона был в очреве кита три дня и три ночи так и сыну человеческому надо пробыть в преисподних земли три дня и три ночи море море кит преисподней земли картина на западной стороне храма рисующая кита поглощающего все грешниках ад в аду преисподней земли Иона во чреве кита молится у корней гор из под корней гор возношу тебе голос мой говорит Иона явно как бы переживая именно какое-то погружение в ад Иисуса Христа и вот когда все это все вот это вот срастается вне к общую картину и Иона и Ирмос и Псалом и то что Христос говорит и все все вот это вот как пазл складывается некая картина из разных ты понимаешь так это же ведь не про море вообще это же про что-то другое это же песнь Христа погружающегося в область смерти спускающиеся в преисподней земли в таком и реальном образе в реальном смысле но описываемая в известных понятных присущих Библии образах и человек Христос зовет Бог охрипла гортань моя скрипом пересохла горло пересохло жажда жажду говорит он я не могу потому что потому что крови много потерял потому что больно потому что не пил давно никакой воды изнемог я потому что Боже Боже мой почему ты меня оставил сил моих больше нет я не могу больше всего этого переживать я жду помощи твоей а ты оставляешь меня вокруг меня только те кто ненавидит все ругаются кричат что-то требует от меня сойди из креста и мы веруем в тебя разбойники смеются воины смеются стало больше они торжествуют они побеждают а ты оставил меня Боже Боже почему почему ты меня оставил и тут же переживание да не соблазняться обо мне ученики мои да не постыдятся ведь они надеются на тебя укрепи их веру пусть види меня распятым пусть види меня умирающим они не потеряют жизни не отпадут от тебя не уйдут во мрак уныния и тоски сохрани их вере дай им дождаться три дня и вот это переживание это вообще не имеет отношения к реальному морю или к реальному озеру это бытийное погружение в смерть в мрачные воды смерти в бездну смерти в то место ужасное и смрадное откуда никто еще не выходил и враги торжествуют торжествуют глумятся рожи свои хари свои как на картине босха или как подобранные в фильме Мэла Гибсона вот глумящиеся слюнявые вот толстогубые хамские вот эти рожи все обступили все глумятся я стал притчей все меня бьют все меня издеваются но я молюсь хотя ты меня оставил но я молюсь извлеки меня из этой стины да не погрязну да не потоплюсь я окончательно в этой смерти в этом беспросветном бытии без бога услыши меня и вот он молится даже братьям своим стал чужим сыновьям матери своей стал чужим все его бросили все его предали потому что я умираю это ведь за твое за твое имя за твой дом поношения поносящих тебя пали на меня ранами его мы исцелились говорит Исаий это наша злоба пала на него это за наше богохульство его истязают это наши грехи наши язвы они рубцами они болью отмечены его тель и вот кульминация этого когда он оставленный богом он зовет скорблю скорблю говорит но ждал хотя бы человека который бы мне утешил хоть кто-нибудь бог оставил так надо потерпеть но люди то люди то хоть кто-то подойдите ко мне хоть кто-то дайте утешиться но до поры до времени не пускают и вместо этого дают желчь и уксус не сострадают не понимают потом подойдет мама подойдет ученик он скажет но они не могут утешить не могут не потому что не хотят а потому что не могут такие условия казни нет такие условия бога это бог так велит чтобы он безутешно неутешенным никем сошел мрачной преисподней земли чтобы принять боль всех неутешенных в день своей смерти чтобы иметь дерзновение каждого умирающего в одиночестве прийти и утешить чтобы ни один человек забытый всеми не был забыт богом чтобы самый одинокий человек умирая в муках одиночества смог встретить его и здесь последние мгновения своей жизни но главное там ради того чтобы заполнить всю бездну человеческих страданий бог не дает ему утешения а он до конца остается верным и вот слова не отврати по церковно славянски по русски просто не отврати лица твоего от слуги твоего а по церковно славянски не отврати лица твоего от отрока твоего и мы опять таки если читали священное писание если мы наполнены словами священное писание как водами наполнено море то мы понимаем что это же мессианское имя отрок вот отрок мой которого я избрал вот отрок будет дан вам на спасение ваш отрок и как за этим мессианским именем кроется конечно вот это особенное сыновство сына божий по отношению к своему отцу вот этот сын божий отрок божий верный своему отцу он пришел и мы узнаем в этом наименовании обещан нам мессию это действительно псалом о страдающем мессии и последнее что особенно больно но особенно вот так что обычно уходит из нашего восприятия страстей христовых неизбежно потому что мы заложники культуры а не люди получающие в словах Иисуса Христа ты ведаешь позор мой стыд мой посрамление мое пред тобой все оскорбители мои и в начале тоже говорится об этом же ибо ради тебя претерпел я позор и бесчестие легло на лицо мое мы забываем часто не ведом мы привыкли ну просто видеть вот порой с детства порой с первых шагов церкви мы привыкли видеть распятого Христа мы на груди носим это знамение мы забываем что это не просто орудие смерти это орудие позора в самом прямом смысле этого слова это позорище ведь его распяли чтобы опозорить мало того что его обнажили у всех на глазах подняли чтобы это истерзанное измученное обнаженное тело видели все ведь там допустим когда казнят через отрубление головы сохраняется приличие человека одежда человека а тут нате глумитесь издевайтесь плюйте бейте делайте что хотите смотрите он ничего не может он же слабый он простой он бессильный можно делать все что хочешь делать и вот это позорище связано и просто с обнажением публичным своим и с этими раскинутыми беспомощно руками и с этим бессилием над которым все глумятся сойди искрест не можешь ты слабак ты бесполезный ты никчемный вот и это всем позволено говорить ты не можешь себя никак защитить ты должен вытерпеть этот позор ради спасения человека ради меня опозорен Бог ради меня совершенный претерпел позор ведь на самом деле любой из нас человек же знает что позор страшнее боли мы готовы вынести боль выносим эту боль только бы не вынести позора потому что мы гордые для нас позор убийственен а он смиренный и он может вынести этот позор и вот этот псалом напоминает нам не только о его боли но о его богоставленности не только о его богоставленности но его от человека оставленности он предан брошен всем о его безутешности и о его позоре внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео субтитры и субтитры 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 Продолжение следует...